Приветствую вас. Отвечая на первый вопрос. Хочется сказать, что нет. Мужчина, скорее всего, руку на вас не поднимет, он не сможет этого сделать, потому что его гнев продиктован. Если вот то, что вы пишете, является единственным проявлением его гнева, то есть он, например, не может адекватно воспринимать именно вас только, а выставить, ну, все хорошо и нормально, то тогда его гнев связан как бы напрямую с вами. И в этом случае, в случае, если его гнев связан напрямую с вами, то нужно в первую очередь понимать, откуда этот гнев берется. То есть мужчина чувствует, что с одной стороны, смотрите, вы не даете ему своего рода надежды, такой вот на то, что вы все-таки будете с ним, что восхитите ему взаимностью там и так далее. То есть, с одной стороны, вы не даете ему этого, вот этого вот результата, да, он вас, он вас любит, он хочет быть с вами, а вы ему вот этого подсувствовать не даете, что вы, ну, как бы, что вы можете ответить ему взаимностью. И он боится, что вы, скорее всего, его используете. То есть только, то есть вот то, что вы делаете своим поведением, это то, что вы его используете. Мужчине не нравится, конечно, что вы принимаете его, например, ухаживание, принимаете его, например, в знаке внимания, но при этом полностью исключаете возможность обратной связи для него. Ему это неприятно, а все ли он так себя ведет. Соответственно, что вам нужно сделать? Поскольку вы объективно не можете заставить себя его полюбить, да и, в общем-то, и не должны этого делать, не должны заставлять себя его любить, то вам нужно сказать, что вот ввиду того, что ты так себя ведешь, я тебя предупреждал. Предупреждал тебя изначально, что между нами пока нету такой взаимной любви, что, может быть, я в будущем тебя и полюблю, но пока этого нет. Если ты не можешь вот так вот воспринимать меня как друга, если ты не можешь себя спокойно вести, то я, соответственно, от тебя пока отдалюсь. То есть, я вижу, как ты мучаешься, да, я вижу, как ты переживаешь, как тебе плохо и так далее. Я не хочу, чтобы так было, говорить его ему. Ну, и, собственно, с ним расстаетесь. Ну, то есть, как расстаетесь? Предлагаете на время мужчине побыть без вас. То есть, вы проявляете здесь ничто иное, как понимание его такого поведения, понимание того, почему он так себя ведет, и заблудитесь о его чувствах, о его самочувствии, потому что, ну, объективно, мужчине, скорее всего, действительно очень тяжело наблюдать, как вы с ним. Вы вроде бы как с ним, но при этом вы не до конца ему отдаетесь. То есть, как я понял, вы с ним не в пите, у вас нет секса, и мужчина боится, что вы будете его использовать. И у вас, на самом деле, нет никаких средств, объективных средств, чтобы убедить его в том, что вы, например, не собираетесь спать с другими мужчинами, что вы не собираетесь ему изменять и так далее. Мужчина не выдержит. То есть, объективно, если человек соглашается на отношения, я имею в виду на отношения вот такого типа, какой вы предложили, то он понимает, что, может быть, будет неприятно, может быть, будет тяжело. Он не выдерживает и не желает, ну, не желает как-то работать над собой, ну и, да, чтобы, собственно, ситуацию исправить, чтобы ситуацию как-то нормализовать. И вам здесь нужно действительно позаботиться о себе, вам здесь действительно нужно подумать о том, чтобы у вас все было хорошо, вам нужно подумать о том, чтобы вам было комфортно, чтобы вам было удобно, чтобы не было никаких переживаний, чтобы вы не боялись, чтобы вы не жили вот в таком постоянном напряжении, как вы живете сейчас. И если мужчина не может выдерживать, если мужчина теряет, например, уверенность в себе, то это, как я уже сказал, это его проблема. Исключительно и только его это проблема. Вы в этом не участвуете. Вы в этом не принимаете какого-либо участия, потому что мужчина сам себя, по сути, загнал в угол, загнал в рамки, и вам, вы в этом не виноваты, ибо вы ему честно все сказали, как есть, и так далее. Я думаю, что именно так, я думаю, что вам необходимо сделать паут, потому что, объективно, вот, ситуация выходит за рамки, на мой взгляд. На мой взгляд, ситуация выходит за рамки. За рамки, когда обморочение уже, не знаю, приносит удовольствие какое-то, да, наслаждение, охлаждение, то есть, вы видите, что, вы видите, что, человек откровенно уже проявляет к вам агрессию, и, собственно, вам ничего не остается, кроме как действовать в своих интересах. Это, собственно, более чем справедливо. Ну, опять же, на мой взгляд. Сказать, что вы ответственны за это, ну, вы знаете, если вы в чем-то ответственны, по моему мнению, то ответственность ваша может заключаться лишь в том, что вы позволили мужчине вот так действовать. То есть, позволили мужчине поверить, что мне два места что-то будет. Хотя вы, в принципе, до сих пор испытываете только какие-то вот дружеские чувства и так далее. То есть, вам я рекомендовал бы лично вам подумать только над тем, не используете ли вы его для себя, то есть, для своих каких-то целей. Потому что, если так, то вам стоит от человека отдавиться ибо он рассчитывает от вас получить все, что полагается. Я имею ввиду для любящих людей. А если вы этого дать ему не можете по объективным причинам, то лучше бы сын этого и не ждет. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку «Помогу вам». А если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.